Мне не хватает уверенности. Не могу я ее на свидание позвать. Не могу я начать этот курс по учебе. И новое дело я тоже начать не могу. Я не уверен в своих силах. Очень часто, когда мы приступаем или собираемся приступить к реализации какого-то нового проекта, выполнению какой-то новой задачи или нового действия, перед нами встает препятствие, которое можно назвать как неуверенность. Но правда ли это настолько непреодолимая стена? И действительно ли мы не можем делать ничего, пока не чувствуем себя уверенно? Давайте попробуем с этим разобраться. Меня зовут Виктор, я депланированный психолог. Работаю в рамках рационально-эмоционально-поведенческой и когнитивно-поведенческой психотерапии. И давайте посмотрим. Для того, чтобы немножечко пошатнуть вашу идею о том, что уверенность должна сопутствовать вам в процессе выполнения или освоения нового дела, постарайтесь ответить на вопрос. Вы можете даже поставить на паузу или поделиться своим примером в комментариях. Было ли в вашей жизни что-то такое, что вы начинали делать, не чувствуя при этом себя уверенно? Ну или иными словами, было ли в вашей жизни что-то, что вы делали, не чувствуя уверенность, но при этом продолжали делать это, потому что это имело какое-то значение? Когда я думаю об этом, мне на ум сразу приходит вождение машины. Не знаю, как у вас, но лично я, когда первый раз за руль сел в автошколе, о уверенности речи не шло. Я вам больше скажу, когда я после сдачи экзаменов и еще через полгода сел за руль уже самостоятельно, о уверенности речи не шло до сих пор. То есть, ну, я был немножко встревожен, я не понимал, как я могу крутить вот эту вот ручку переключения передач, как я могу рулем рулить, поворотники включать, на других участников дорожного движения смотреть, парковаться, еще и как-то знаки во внимание принимать. Ну, слишком много задач для одного человека. Конечно же, не было уверенности, и не пахло даже. Наоборот, я был встревожен, ну, не то, что напуган, ну, взволнован, наверное. Короче говоря, я испытывал далеко не то, что принято называть уверенностью. Я полагаю, многие из вас проходили через это. Начало вождения автомобиля, осваивания этого навыка, ни в коем случае не сопровождается уверенностью. Тревога, растерянность сопутствуют ему. И это совершенно нормально. Но сейчас, спустя какое-то количество лет, я, как я полагаю, многие из вас, уже особо не запариваюсь по этому поводу. Ну, сел, ну, завел, ну, поехал, ну, еду. Это стало чем-то достаточно обыденным, автоматическим, чем-то не вызывающим абсолютно никаких эмоций и переживаний. Это просто навык. Некоторое действие, повторенное определенное количество раз, которое стало достаточно автоматическим, и больше не требует такой сильной концентрации внимания. Ни в коем случае не призывая вас не концентрироваться во время выезды, это достаточно опасно. Но, тем не менее, это то, что раньше вызывало у меня страх, и то, в чем я не испытывал уверенности, то, что сейчас я делаю достаточно хорошо и чувствую себя более чем уверенно. Для тех, кто автомобиль не водит, и автомобильные метафоры, кому не близки, подумайте, не знаю, о хождении на двух ногах. Все мы делаем это на протяжении всей нашей жизни. Первые попытки мы совершаем в совсем-совсем раннем возрасте, и, очевидно, мы не делаем это уверенно. Мы, правда, об этом не думаем, но просто попытайтесь вспомнить или обратите внимание на маленьких детей. Сложно сказать, что шаги, которые они делают, или их первые шаги, выглядят так же уверенно и твердо, как шаги вас в настоящий период времени. И это совершенно нормально. Идея о том, что мне нужна уверенность или чувство уверенности, особенно тогда, когда я начинаю делать что-то новое, очень ограничивающая. Попытайтесь подумать, как вы можете делать хорошо и уверенно то, что вы никогда не делали, или то, чему вы не уделяли достаточное количество времени. Ну, это же как будто просто невозможно, что ли. К тому же подумайте, как вам кажется, идея о том, что уверенность вам необходима, помогает вам делать то, что вам важно? Помогает ли это вам выстраивать новые романтические отношения после неприятного жизненного опыта? Помогает ли это вам начинать рулить машину? Помогает ли это вам заниматься каким-то новым делом или осваивать его? Но очевидно, что нет. Поэтому я предлагаю вам немножко сместить фокус, а точнее изменить свое отношение к уверенности. Перестать считать ее необходимым фактором для начала выполнения какой-то задачи. В таком случае это будет нас очень сильно ограничивать и стеснять. Можно относиться к ней как к приятному результату от выполнения какой-то задачи энное количество раз. Как к побочному продукту постоянных повторений. Вы не умели водить машину, вы водите машину, невзирая на неуверенность. Вы учитесь делать это хорошо и чувствуете себя уверенно. Почему бы не подумать или хотя бы предположить, что по такой схеме может работать и другие сферы нашей жизни. Обучение иностранным языкам, освоение какого-то нового навыка, изучение какой-то новой дисциплины. Или начало реализации себя в каком-то ином, новом для нас роде деятельности. Уверенность не необходимость. Уверенность результат постоянного приложения усилий. Коллеги, друзья, подписчики, работайте со своими эмоциями. Не думайте о том, что уверенность вам нужна, особенно на первых порах. Не требуйте от себя ее, у вас ее не будет, скорее всего. Делайте то, что для вас важно. Подписывайтесь на канал. Приходите по ссылке в телеграм-канал. Я об этом там пост тоже недавно писал. Всего вам доброго. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...